МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День народного единства. Заречный вместе со всей страной отметил государственный праздник. Пусть государства гуется здесь, на местах, в городах и селах. Мы сильны, пока мы едины. Будущее российской науки. В Заречном завершилась научно-практическая конференция школьников юность, наука, культура ЗАТО. В этом году мы открывали разные направления, и поэтому весь спектр тех наук и тех предметных олимпиад, которые есть, мы постарались охватить. Ночь искусств. В шестой раз Заречный присоединился к всероссийской просветительской акции. Я считаю, что эта акция всегда будет актуальна в наше время, потому что нельзя забывать историю, историю своей страны. И теперь об этих и других новостях подробнее. В 15-й раз наша страна отметила 4 ноября День воинской славы России, День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника в Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве. В Заречном официальный старт торжествам был дан на Центральной городской площади. Россия, моя ты судьба, люблю я Россия тебя. Общий праздник для всех жителей нашей огромной, многонациональной и многоконфессиональной страны – День народного единства. Жители Заречного отметили его вместе на торжественном собрании на главной площади города. Мощь государства куется здесь, на местах, в городах и селах. Мы сильны, пока мы едины. И никто не сможет сломить и поставить на колени Россию. Желаем вам мира, добра, счастья, только в единении наши силы. Только объединившись, мы преодолеем все препятствия и решим все проблемы. День народного единства – молодой государственный праздник. Впервые его отметили в 2005 году. 4 ноября – особенная дата в истории России. В этот день народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Пожарского освободило Москву от захватчиков. В 1612 году была прекрасная победа над иностранными польско-литовскими интервентами. И в России закончилось смутное время, которое так долго терзало наше государство. День народного единства пришел на смену другому ноябрьскому празднику – годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, которую отмечали многие поколения жителей Советского Союза. Некоторые традиции празднования сохраняются и в наши дни. У меня почему-то ноябрьские праздники, неважно, День народного единства, когда мы были молодыми, это было 7 ноября, всегда было связано с каким-то вот… то, что все вместе идем на демонстрацию, все радуются, поют, вообще так здорово. И хорошо, что мы в нашем городе по-новому приближаем вот людей, потому что то, что опять мы все вместе, поют песни, хорошее настроение. Хорошего настроения и позитива в общую праздничную атмосферу добавили и творческие коллективы «Заречного». Площадь Ленина превратилась в сцену под открытым небом. А собравшиеся на торжество горожане дарили друг другу добрые пожелания. Благополучия всем, крепкого здоровья и успехов, кому в учебе, кому в работе. Всем всего самого доброго. Пожелаю, наверное, трудолюбия, оптимизма и хорошего настроения. С такой душой поют песни, мне очень, я вот стою, напеваю здесь и подплясываю. Торжество на главной площади Заречного – это лишь одна маленькая капля в море праздничных мероприятий, которые прошли 4 ноября по всей России. День народного единства в 15-й раз стал символом нерушимой дружбы всех народов нашей огромной страны. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». День народного единства собрал сотни зареченцев во дворце культуры «Современник». Праздник получился ярким и многонациональным. Гости познакомились с кулинарными и песенными традициями разных народов, населяющих нашу страну и Пензенскую область. А в исполнении прославленного коллектива – хореографического ансамбля «Вензеля» зрители увидели традиционные танцы разных регионов России. С подробностями – Светлана Теплухина. Народными мордовскими песнями встречает гостей Дворец культуры «Современник». Здесь даже перевод не нужен. Радость и веселье понятны без слов. Любовь к песне, стремление выразить себя и свою душу в напевных мелодиях объединяют людей, независимо от национальности. Я, приходя сюда, понимаю, что здесь на самом деле объединяются все народы. И вот эти кухни, и вот эти песни. Ну, единство во всем. И в культуре, и в каких-то обычаях, в традициях. Ну, то, что все мы живем в одном городе, живем дружно. Ну, это хорошо, это здорово. Когда дружат народы, это же вообще, мне кажется, спокойней, живется. Когда все вместе. Я так считаю. Еще один объединяющий все народы обычаи – встречать гостей богатым угощением. И традиционные блюда – гордость любой нации. Мордовская кухня удивляет чудо-варениками. Это мордовское блюдо называется мордовский тёмар. А перевести на русский язык – это вареники с рыбой, с картошкой, с жареной луком. Это национальное блюдо. Очень вкусно. Кижеватовские мордовские. Только кижеватовые это делают. Очень вкусно. Попробуйте, пожалуйста. Секрет – это вот рыба. Люди делают там с творогом, вареники делают, с картошкой, с мясом. А это именно картошка с рыбой и жареный лук. Вот это вот у нас только в нашем селе такое делают. Мордовское село Кижеватова. За украинским столом гостей тоже подчуют варениками, но уже своими – с картошкой, капустой и непременным жареным луком. У нас все время мама готовила, мама очень вкусно готовила. Сейчас, поэтому то, что все это готовили, это у меня память. Это память моих родителей. Потому что нас никогда не проходило мимо, чтобы у нас не было вареников. Любой праздник – это вареники. А как вкусны блюда татарской кухни – колбасы, пироги, воздушный чак-чак или традиционные армянские – шашлык, долма, медовая пахлава. В День народного единства накрытые в фойе Дворца культуры «Современник» столы стали символом гостеприимства и дружбы. Я считаю, что все нации, все народы должны быть дружными. Это самое главное. А так? Я сама живу в России очень давно уже, и для меня нет такого русский, армянин или еще кто-то. Все люди. Главное – это быть человеком. Это праздник такой вот единства. Народ сближается, действительно, татары, армяне, русские, евреи – все. У нас одна команда. И у всех таких разных народов общая родина – Россия. О любви к родной стране языком танца рассказали гости Заречного, участники заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Вензеля». Заречный с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы России Иван Фирюлин. Одним из мероприятий, проведенных депутатом в Заречном, стала встреча с почетными гражданами города при участии главы Заречного Олега Климанова. В ходе встречи затрагивались вопросы, касающиеся развития дорожной инфраструктуры, совершенствования системы здравоохранения и образования в городе, предоставления льгот различным категориям граждан, а также некоторые другие актуальные проблемы большой социальной значимости. Наверное, самое глобальное все-таки развитие ЗАТО, Заречное, и здесь блоковые вопросы, откровенно говоря, о состоянии с бюджетом закрытого образования. Это первый блок вопросов, который в ближайшее время мы должны даже там ко второму, к третьему, или во всяком случае в первом квартале 2020 года, чтобы вот эти изменения наступили. То, что касается текущих вопросов, то, что касается льгот, тоже, ну, видим, вопрос, он быстро не решится, но его нужно ставить, ставить именно на федеральном уровне, чтобы все льготы, которые предоставлялись, они не должны идти в обратную сторону, в ухудшении благосостояния, тот, кто получал меры социальной поддержки. И то, что касается вот сегодня заслуженных людей, которые отмечаются каждым муниципальным образованием, первоочередная задача, конечно, встретиться с губернатором и переговорить в виде не его ситуации, а затем, ну, как-то вот в течение месяца, буквально, ноября месяца найти точку соперсновения. И, соответственно, если мы, ну, не сможем, мы это жесткое там федеральное законодательство, ну, надо задуматься, да, каким образом поменять. То есть здесь надо смотреть плоскость как переходный этап, а дальше решить, чтобы это было отработано на федеральном уровне. Почетные граждане в ходе встречи подняли один из самых острых на сегодняшний день вопросов – транспортную проблему, возникшую из-за одновременного закрытия на ремонт двух мостов Бакунинского в Пензе и Виадуков в поселке Монтажном. Кроме того, зареченцы озвучили депутату проблему с дачными дорогами и строительством развязки на трассе М-5 при повороте на монтажку. Вот здесь, то, что касается развязок, я понимаю, что здесь нужно отработать с Минтрансом России, с Автодором Российской Федерации. Мы здесь, ну, я думаю, здесь вот еще можно проще, если готовые, то есть можно продвигаться, найти подходы. Ну, если говорить вот по дорогам там к дачным участкам, здесь надо разбираться с собственниками, то есть надо разобраться на территории и потом уже двигаться с решением этих поставленных задач. каким образом их можно решить. И то, что касаясь вот путепроводов, ну, тоже попробуем как-то вот ответы получить, действительно, еще раз уточнить все-таки сроки окончания вот этих восстанавливаемых объектов. Во-первых, Бакунинский мост и то, что идет в мост на монтажку. Тоже мы как-то соизмерим те сроки, которые вот, ну, сегодня были заявлены, ну, заявлены, особенно по мосту с монтажки, с монтажного поселка. Сразу после новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – возможность прохождения службы по контракту вместо срочной службы. Недавно в российском законодательстве появились изменения к федеральному закону, в которых появилось у граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, выбрать альтернативой прохождение военной службы по контракту вместо службы по призыву. А в отличиях и особенностях службы по контракту и срочной службы начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Пензенской области Виталий Челпаченко расскажет в программе «Вопросы есть». Кроме этого, посмотрев новый выпуск передачи, вы узнаете, кто имеет право на льготный проезд в электричке, из чего складывается сумма фиксированного платежа по страховым взносам, которые ежегодно перечисляют индивидуальные предприниматели, какие категории граждан должны получить по почте налоговое уведомление. Об этом сегодня на канале «Заречный». Смотрите передачу сразу после выпуска новостей. Подведены итоги 12-й Всероссийской научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура. ЗАТО». Она проходила в дни школьных каникул в рамках учебных сборов для высокомотивированных детей в 230-м лицее. В этом году, кроме традиционного физико-математического направления, участники сборов имели возможность углубиться и в гуманитарные направления. Наш корреспондент Александр Абаимов убедился, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Более ста школьников из Заречного, Пензы, Саратова, Самары и городов присутствия госкорпорации «Росатом» вновь собрались в актовом зале лицея номер 230. Здесь состоялось закрытие учебных сборов для высокомотивированных детей. В течение пяти дней школьники углубленно изучали математику, физику, биологию, информатику и другие предметы под руководством преподавателей ведущих вузов страны. Удалось, конечно, все. За те пять дней, которые дети провели здесь, в лагере, на учебных сборах для высокомотивированных школьников, они узнали, ну я так думаю, что они узнали много нового, потому что в этом году мы открывали разные направления, физико-математической, химико-биологической, гуманитарной, IT-технологии. Поэтому весь спектр тех наук и тех предметных олимпиад, которые есть, мы постарались охватить. И надеемся, что вот такая работа плодотворная, она принесет свои плоды на муниципальном этапе предметных олимпиад школьников. Гости Заречного отметили высокий уровень организации учебных сборов. В программу входили не только лекции и практические занятия, но и различные экскурсии, мастер-классы и массовые мероприятия. Нам понравились вот сами эти массовые мероприятия, которые помогли детям, наверное, познать историю города. Не всегда современные дети принимают историю города, но вот я посмотрел, у меня кое-кто все-таки принял историю города. Конечно, поразила мощь музея ПО «Старт». Потому как у нас тоже есть в городе такой музей, но он находится на площадке, и туда не всех пускают. Также гости города высоко оценили и оснащенность зареченских школ. Мне бы хотелось, например, некоторые комплексы у себя выразить. То есть здесь спортивный комплекс такой, которым у нас школы просто мечтают. База здесь, я так понимаю, будет развиваться «Атом-класс». Специализированный физико-математический, биологический профиль. Поэтому я надеюсь, что мы будем сотрудничать, и нам будет полезно общаться, и, наверное, приедем еще раз. Финальной точкой учебных сборов в Заречном стала 12-я Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юность, наука, культура ЗАТО». Участники представляли и защищали свои работы в научных секциях «Математика», «Техносфера», «Физика», «Биология», «Экология», «Психология», «Литературоведение», «История» и «Краеведение». По итогам конференции зареченцы завоевали 4 первых места. Еще одна работа ученика 221-й школы была отмечена кубком как лучшая в секции «Физика». Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о подготовке будущего российской науки и о том, как зареченские школьники могут заработать дополнительные бонусы для поступления в ВУЗ, мы сегодня поговорим с начальником отдела городского департамента образования Светланой Чернышовой. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. В минувшие выходные по всей стране прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы провели экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, встречи с деятелями искусства и открытые дискуссии, а также творческие вечера, квесты, концерты и многое другое. Тема культурно-образовательного события в 2019 году «Искусство объединяет». Ко всероссийской акции присоединился и музейно-выставочный центр «Заречного». Стать зрителем театрального представления. Познакомиться с экспозициями музейно-выставочного центра. Узнать историю одной картины. Такую возможность получили зареченцы, которые приняли участие в акции «Ночь искусств». Она состоялась в музейно-выставочном центре «Заречного» в рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции. Городской музей открыл все свои залы для бесплатного посещения. Зареченцы могли не только посмотреть экспонаты, но и в прямом смысле прикоснуться к истории страны. Второй этаж. На втором этаже здесь расположены зал «Слава» и город «Назаре». Вот две основные выставки, в которых постоянно мы будем находиться. И я хочу сказать, что это обе выставки, которые пользуются большим спросом. Зал «Слава» в основном привлекает семьи с детьми. Я имею в виду с ребятами в основном мужского пола. Но вот им очень нравится оружие, то, которое представлено в период Великой Отечественной войны. Сейчас именно та ночь, когда мы можем эти витрины открыть и дать это все в руки, с этим фотографироваться, повертеть, покрутить. Одним из самых ярких моментов вечера стало продолжение проекта «Знакомство с неизвестной картиной». В его рамках зареченцы могут не только увидеть картины российских художников, но и узнать историю их создания. Биографии авторов и исторические факты, связанные с произведениями. До этого была у нас «Тишина» картина, потом «Лотова жена» вторая картина, и сегодня «Возвращение из дуэли». Проект нравится зареченцам, и мы думаем, что у него, в общем-то, хорошее будущее, просто о нем мало еще кто знает. Данная выставка будет у нас работать в течение месяца. Сегодня просто ее старт. Всероссийская ночь искусств состоялась уже в седьмой раз. Впервые она была организована по инициативе Министерства культуры в Москве в 2013 году. Заречный присоединился к ставшей всероссийской акции уже в шестой раз. В этом году ночь искусств прошла под девизом «Искусство объединяет». Основная цель акции – предоставить жителям страны возможность бесплатно побывать в музеях и познакомиться с культурным пространством России и своих родных городов. Про акцию я узнал, исходя из афиши. «Почему пришел? Стало интересно посмотреть на, можно сказать, прошлое своей страны, узнать что-то новое для себя. Я считаю, что эта акция всегда будет актуальна в наше время, потому что нельзя забывать историю, историю своей страны. Тем более для подрастающего поколения я считаю, что это будет полезно». Ночь искусств продлилась в городском музейно-выставочном центре 5 часов. За это время участниками акции стали более 300 зареченцев. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Новая аллея заложена в Заречном. Участники детской хоккейной команды «Бобры» высадили несколько десятков вечно зеленых деревьев около Ледового дворца. Названия «Новой аллеи» пока нет, так что каждый зареченец может проявить свою фантазию. А еще лучше – присоединиться к юным спортсменам в их экологическом начинании. Вместо тренировки – экологическая акция. Юные хоккеисты из команды «Бобры» объединились со старшими товарищами, тренерами и родителями, сменили клюшки на лопаты и отправились сажать деревья. «Все мы здесь собрались на одно благородное дело – отделеняем наш любимый город Заречный. Мы очень дружны, наша команда дружна». Дружная команда не только прославляет Заречный на соревнованиях и турнирах, но и активно участвует в его жизни. Подарком юных хоккеистов родному городу стала небольшая аллея рядом со спортивно-культурным комплексом «Союз». Ребята уверены – зеленые насаждения очень нужны и важны. «Чтобы была хорошая экология». «Чтобы город становился зеленее». «Они фильтруют воздух, забирают углекислый газ и выпускают кислород. И поэтому лучше дышать, воздух становится чище». Юные хоккеисты выбрали вечно зеленые деревья. С помощью игроков команды «Заречные бобры» и родителей ребята посадили 20 туй. Взрослые считают, что это не только экологическая, но и воспитательная акция. «Через несколько лет, когда ребята вырастут, они увидят свои посаженные деревья. Ребята будут более бережно относиться к природе. И в «Заречном» появится еще один зеленый прекрасный уголок». Названия для аллеи юные хоккеисты пока не придумали, но они обещали приходить сюда и ухаживать за деревцами. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Каникулы с пользой для ума и интеллектуальной инвестиции в будущее. О прошедших сборах высокомотивированных школьников и научно-практической конференции «Юность, наука, культура ЗАТО» мы поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Каникулы с пользой для ума и интеллектуальной инвестиции. Мало уже 25 лет, просят не беспокоиться. Закажи окно. Второе установим бесплатно. Телефон 232-232. Утепляемся к зиме экономно и красиво. В честь дня рождения «Меховой дисконт» объявляет подарочный месяц скидок на шубы до 50%. «Меховой дисконт» в Центрии. Успей купить. Несмотря на время года, у нас здесь классная погода. Ведь любимый караван море скидок дарит нам. В караване колбаса та самая, вареная, без шпика, фамильные. 139,90. Сосиски молочные оригинальные «Славница» 129,90. Мандарины 59,90. Шоколад «Аленка» молочный 100 граммов 39,90. Акция действует с 5 по 7 ноября 2019 года. Лови момент в караване. Открываем новый магазин «Корпорации Центр». В новом центре новые цены. Большой смарт-телевизор всего за 7777. Скидка до 7000 рублей на все остальное. «Корпорация Центр». Торговый центр «Универмаг». В эти дни можно плакать только от счастья. Норка от 35 тысяч рублей в честь Дня Всемирного Шопинга с 8 по 12 ноября. «Лале Антилоп». «Наша дискотека» от телерадиокомпании «Заречный». Спонсоры проекта. Магазин «Малинка». Компания «Кураж». Магазин «Юбилейный». Компания «Буфет 58». Такси «Марсель». Такси «Марсель». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела департамента образования города Заречного Светлана Чернышова. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Витальевна, сегодня мы с вами поговорим, как бы это ни громко, может быть, ни пафосно звучало, о том, как зареченская система образования готовит будущее российской науки. Действительно ли зареченская земля может рождать собственных нефтонов и быстрых разумов платонов? Я думаю, что да, и это доказывают наши школьники, ежегодно собираясь на учебных сборах для высокомотивированных детей. Каждый год весной и осенью они меняют прогулки, компьютер и телевизор на занятия, еще на одну порцию с преподавателями. Причем с преподавателями не только наших школ, но и с преподавателями вузов Пензы и Москвы. Прошедшие осенние каникулы не стали исключением, насколько я знаю, и на базе Лицей-230 состоялись очередные сборы высокомотивированных, одаренных детей. Насколько эта смена осенних каникул отличалась от предыдущих? Были ли какие-то изменения, были ли какие-то новшества? Изменения были. Во-первых, к нам приезжали ребята из других городов Росатома. Во-вторых, мы открыли несколько направлений. Если на протяжении прошлых лет мы открывали только физмат направление и работали с преподавателями МФТИ, Бауманки, Мессисы по направлению физика и математика, информатика, то в этом году мы открыли гуманитарное направление для седьмых-восьмых классов, мы открыли химико-биологическое направление, и наши дети получили возможность на кафедрах Пензенского педагогического университета получать знания. Мы открыли информационно-коммуникационное направление, ну и традиционное физико-математическое. Сколько школьников, зареченских и иногородних приняли участие в сборах, и, собственно говоря, кто им преподавал? У нас было всего 105 человек, 30 детей были иногородние, и 75 наши школьники. Наши школьники по возрастам тоже были разделены, это пятые и шестые классы, и для них занятия проводили учителя нашего города. Седьмые и восьмые классы делились на четыре направления – физмат, химико-биологическое, информационно-коммуникационное и гуманитарное. Здесь преподаватели были разные, не только наши городские учителя, но и преподаватели МФТИ. И девятый и одиннадцатый класс также поделились на три направления – химико-биологическое, информационно-коммуникационное и физико-математическое, там преподаватели были и из пединститута, и из МФТИ. Светлана Витальевна, а что дает нашим школьникам, вот что дают нашим школьникам эти сборы? Насколько они действительно продуктивны? Потом они что, поступают в эти вузы, или они просто получают какие-то дополнительные знания, и потом где-то их используют или не используют? Ну, вообще вот все, наверное, в целом, потому что дети имеют возможность, во-первых, познакомиться с преподавателями вузов, узнать их требования уже непосредственно при обучении в институте. Это идет такая профориентация наших школьников и выбор направлений, в котором бы они хотели дальше развиваться. Конечно, это подготовка к Олимпиадам, и результат мы узнаем буквально скоро, потому что с середины ноября у нас стартует муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Ну, и, конечно, в целом, я думаю, что для десятых-одиннадцатых классов это полезно в плане сдачи ЕГЭ в будущем. Но, насколько я понимаю, все-таки основная такая направленность, поправьте меня, если я ошибаюсь, это все-таки некая такая глобальная идея Росатома, в том числе, для того, чтобы готовить себе кадр вот здесь вот. Ну, в принципе, это и правильно, потому что там, где родился, там и сгодился, то есть, как бы, пословицы-то, ну, их не зря не придумают. Поэтому, в принципе, обучаясь сейчас в школе, они могут выбрать вуз, и если они выбирают московский вуз, мы, конечно, бы хотели, чтобы они вернулись сюда, на наше городообразующее предприятие, и здесь уже представили все то, что они наработают за годы учебы. Ну, или, может быть, где-то в других городах присутствие госкорпорации. Да, конечно, мы на это тоже будем надеяться, но лучше пусть возвращается домой. Светлана Витальевна, неким таким не итогом, конечно же, сборов, но неким все-таки показателем, наверное, подготовленности и научной образованности наших школьников стала научно-практическая конференция, которая прошла также вот в дни осенних каникул. Как ребята откликнулись на то, чтобы принять в ней участие, все-таки каникулы? У нас принимали в участие 33 наших школьника, и не все эти дети были на сборах. То есть это дети, которые были просто на каникулах, отдыхали, но потратили время на то, чтобы подготовиться к конференции, выступить на ней. И я скажу, что они показали достаточно хорошие результаты. Из 33 школьников 25 заняли призовые места. Поэтому результат хороший. Это были ребята, которые являются также победителями призеров наших городских научно-практических марафонов. Поэтому нам было важно узнать, на каком же они все-таки уровне. Уже имеется в виду всероссийский. То есть в принципе результат хороший. Оправдала ли научно-практическая конференция свое название «Юность, наука, культура, ЗАТО»? Да, юность присутствовала. Культура обязательно была. И не только культура, такая вот исторические секции, культурологические секции, но и в плане культуры и оформления научных работ. То есть это все у нас присутствовало. Но и наука, конечно же, тоже была. Без нее научно-практические конференции никуда. И очень хорошо, что были еще прикладные работы. То есть здесь ребята готовили что-то непосредственно руками, собирали коллекции камней, исследовали воду из рек, создавали модели на 3D-принтере. То есть это в принципе все для того, чтобы ребенок развивался и очень даже неплохо. Насколько вы, я имею в виду департамент образования и система образования в целом, довольны вот прошедшими каникулами осенними? То, что касаемо именно научно-практической такой вот деятельности? Я думаю, что в принципе мы довольны. Потому что, как всегда у нас конференция проходила в сентябре. И нашим ребятам, может быть, не хватало времени для того, чтобы подготовиться, подработать какую-то часть исследования. Сейчас прошло в принципе 2 месяца с момента начала учебы. Поэтому работы были представлены на достаточно высоком уровне. Кто хотел что-то дополнить, он дополнил и представил работу по-новому. Поэтому я считаю, что вот в принципе такой формат, наверное, он должен быть, чтобы побольше времени было нашим школьникам подготовиться. Все-таки конференция всероссийская. Вы увидели при подведении итогов действительно проблески таланта. Действительно такую вот некую... Не просто эрудированность, не просто информация, владение информацией, почерпнутой в основном, естественно, из интернета, но действительно вот некие такие божью искру в наших школьниках, участниках. Вообще, да. Я всегда являюсь членом жюри на секции физика на юности наук культуры. Поэтому я вижу, как развиваются мысли у ребят. И такой обширный кругозор. И то, что они говорят о квантовой механике в 10-11 классе, наверное, действительно это очень серьезно. И какие-то расчеты делают в специализированных программах. Сами создают приборы, в которых можно отследить тот или иной физический процесс. Я считаю, что ребят молодцы и достойно, действительно достойно называться будущим Росатома. Ну, то есть, действительно, да, такие зареченские нефтоны и быстрые... Есть, есть. И в завершении, скажите, пожалуйста, какие еще в ближайшее время планируются подобного рода мероприятия, в которых могли бы принять участие наши школьники? И нужно ли для этого, ну, что-то куда-то заявляться? Или просто любой человек может действительно попробовать себя в чем-то? Ну, вот, наверное, самое ближайшее, что это будет, это будет как раз предметный олимпиадный муниципальный этап. Здесь ребята отбираются по школьному этапу. То есть, те, кто прошли школьный этап, набрали более 50% верных ответов, они могут пройти. Кроме этого, сейчас стартует много олимпиад всероссийского уровня, в которых ребята могут поучаствовать в онлайн-режиме. То есть, это и Фистех, это и Высшая Проба, это и Олимпиада Ломоносова. То есть, огромное количество олимпиад, где можно применить свои знания. В том числе, много конференций, которые также будут давать преимущество при поступлении. Ну, и еще, наверное, хотелось бы сказать о Центре выявления развития одаренности детей и молодежи Пензенской области. Центр был создан вот буквально в сентябре, и уже прошли там две смены для высокомотивированных школьников. Это по физике девятый класс и экологии девятый класс. Наши ребята в них участвовали. Там проходят два тура отбора. Это муниципальный отбор. Нужно заявиться просто в школе и собрать свое портфолио по тому или иному предмету, который представляется. А потом пройти очный отбор в губерненском лицее. И если все вот так совпадает, что ребенок попадает туда, две недели они обучаются по программе Центр Сириус для одаренных детей, бесплатно проживая на базе губерненского лицея. То есть есть к чему стремиться за реченским школьникам. И каким образом, вот совсем коротко, каким образом можно всю эту информацию найти, у кого узнать, если действительно пусть не школьники, пусть родители так слегка подтолкнут своих детей. Куда обращаться? Вся информация есть на сайтах вузов и на сайте олимпиад школьников, олимпиада.ру. Кроме этого, мы постоянно делаем рассылки в школу, чтобы они тоже привлекали своих учеников и доводили информацию в том числе до родителей. Также, если кому-то очень интересно, то можно позвонить в департамент образования. Я всегда проконсультирую и расскажу, какие есть возможности у школьников, чтобы где-то поучаствовать и набрать тем самым себе портфолио. Ну что ж, большое спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго. И я благодарю вас за то, что вот в вашем лице благодарю Зареченскую систему образования, что действительно вы работаете и готовите действительно очень достойную смену. Стараемся. Спасибо. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале Заречный. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...